вот воздух-то похоже хороший дай-ка я скафандр сниму ключевое ты умрешь ну ты бы стал снимать нет вокруг враждебная среда я не знаю сидишь в окопе на тебя там идет горчичный газ там баллон хлора крыша то мне в противогазе душновато дай-ка я под идиот всем привет говорит показывает москва с вами Андрей сегодня у нас анпак и обзор фигурок по фильму Прометей от компании НЕКО соответственно серия 2 и 3 фигурки из серии 4 эта фигурка официально выпущена в продажу в тринадцатом году а эти фигурки семнадцатого года ну а произведены они были годом ранее судя по дата коду на упаковке ну что хочу сказать НЕКО на тот момент очень круто разогнались да вот интересных персонажей выпустили к сожалению есть один персонаж который указан на коробке у Дэвида это непосредственно доктор Холлоуэй вот мы видим этот прототип так эта фигурка и не вышла ну что еще хочу сказать на мой взгляд подделок этих фигур не было были подозрения на Дэвида но тем не менее не подтверждено ну а это редкие фигурки в России вообще походу не завозились соответственно здесь у нас доктора Элизабет Шоу Мередит Вайкерс и Шин Файфилд покойный да вот Файфилд к примеру там есть режиссерская версия да где он в виде такого больше на ксеноморф похож вот тут мне дизайн намного больше нравится чем этот окей начнем с Дэвида смотрите какой был крючок здесь у нас квадратная пробивка здесь есть окантовочка такая край такой выступающий вот так Дэвид выглядит на блистре все фигурки у нас привязаны черным проводом Дэвид 8 когда-то фигурка стоила тысячу рублей так уж не плохое вложение для тех кто в кейме так вот выглядит сзади информация Дэвид очень круто выглядит соответственно вот серая фигура как и сказал тот прототип не издан вот такой у нас дата номер значит производство 26 ноября 12 года релиз 13 года здесь 465 внизу вот такая важная информация от 0 до 3 ну таким тоненьким шрифтом толстый ободок символ переработки релл то есть без белых ставок стезис и фокс и так далее так теперь доктор Элизабет Шоу вот такая коробочка вот такой крючочек здесь у нас квадратная пробивочка тоже край выступает так сзади Байо Элизабет и идеальное вообще здесь изображение так вот такая у нас серия фигурка про Витрею туда они уже убрали эти фигурки и поместили трилобит против инженеров так как это у нас 17 год фактически релиз уже к сожалению к сожалению прожига номера на упаковке нет такой подсказки у нас больше нет так здесь уже толстый шрифтом от 0 до 3 тоненький ободок символ переработки и вот этот код уже они печатали то есть 29 декабря 16 года производства релиз без белых ставок так теперь меридит вайкерс ну здесь все тоже аналогично такой же крючочек квадратная пробивочка вайкерс на блистере черный проводок так сзади байо вайкерс промо ну вообще идеальный скульпт так ну то же самое здесь вот тоже линейка вот скоро выходит чужой завет 17 год так такая вот информация IPC номер ну такие у нас значит принты аналогичные все тоже 29 декабря 16 года так и шин файфилд вот такой крючок обращайте внимание на форму на пробивку квадратиком а вдруг что пойдут подделки здесь выступает край черным проводом привязано сзади биография файфилда так тоже номера нет номер у нас здесь прописан 29 декабря 16 года то есть помадной серии как шли так и производились окей сейчас я их вскрою и вернусь так фигурки на блистерах начнем с дэвида вот так выглядит сменная голова непонятная тема фонарик с чем то там шлем вот то есть есть аксессуары сразу скажу на блистерах номеров никаких нет ну затягивался такими обычными узелками то есть не инструментом скорее всего руками хотя в общем таких красивых узелков здесь вы не увидите так доктор шо здесь у нас отторранная голова дэвида шлем внутри еще некий аксессуар в пакетике вот у всей четвертой серии там что-то в пакетике лежит вот этот вот топор который она засадила инженеру по коленке та же самая ситуация затяжка вайкерс классный скульт да шо и вайкерс офигенно сделано так вот это непонятный огнемет или что там шлем окей сзади тоже затяжка не особо и вижу там тоже пакетик с детальки теперь файфилд незадачливый хохотун так тоже вот этот акс разбитый шлем мутирувший файфилд черными проволоками все затянуто и вот так вот без узелков просто затянут здесь окей сейчас я их отсоединю и продолжим и так начнем обзор нашей туб команды с аксессуаров так начнем с дэвида вот такая вот сменная глава написано дэвид символ вайланд ютони очень хорошо прорисованы зрачки видите как голубые шлемофончик здесь у нас один ми очень круто детализация для тринадцатого года отличная вот такой акс фонарь видимо что это такое я не помню квадратик вот такой вот шлем очень классно вообще огонь полностью прозрачный здесь вот такая золотая тема здесь видимо фонари есть умельцы которые вставляют туда светодиоды и вообще тогда очень круто выглядит так теперь элизабет шоу вот такая глава дэвида труда с артикуляцией внутряночка вот так вот этот топорчик так шлем на этот раз немного другой дизайн нет дизайн точнее тот же раз как раз другое сравним со шлемом дэвида ну и тот и другой сделано очень интересно в мой взгляд хорошо подобрали цвета так вот этот непонятный аксессуар который всех трех фигур 4 серия он так вот выглядит я не стал доставать из пакетиков это вот такая вещь на плече у дэвида видимо камера ну и дальше идет провод который питается видимо от батарейки установленной на заднице дэвида у остальных таких батареек нет и шлангов но камера типа есть непонятно почему далее вайкерс мы посмотрим на ее шлем сравним со шлем шоу в данном случае это полностью идентичные аксы тоже вот эта вот штучка камер назовем ее и вот такой вот огнемет очень крутой детализации видимо спусковые куртки там так вот были сообщения что ломается вот эта ручка поэтому перед тем как ее устанавливать в руку вайкерс надо либо кулак там прогреть как-то быть очень аккуратно то что у всех ломается буквально в этом месте восстановить такое достаточно сложно микросверление тут вот фактически обрыв непонятно как крепить поэтому будьте аккуратны такой уникальный аксик вот не знаю это так у меня согнуто но здесь я вижу литье вполне возможно именно так и должно быть здесь наверно пламя подается здесь вы присклиться уже топливо скорее все так и задумано так теперь файфилд у него вот такой шлем с крутым везерингом там грязь налеплена плюс он как мы видим разбит сравним его с целым шлемом вот так было и так стало классные пятна грязи да и будет определенный секрет установки этого шлема именно на файфилда такой же вот у него фонарик как у дэвида восемь и точно такая же штучка вот камера окей теперь давайте рассмотрим сами фигурки поближе начнем с дэвида итак дэвид восемь смотрите какой классный скурт как все проработано здесь у нас так вайланд 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 меккорп какую-то страну так здесь здесь вообще не читаем окей продолжим исследование фигурки легкий везеринг на скафандре здесь еще фонарь или что это такое вот у первой у второй серии артикуляция была еще фигура более примитивная то есть здесь у нас тоже будет движение в бедре вот четвертую серию они круче сделали ну за исключением файфилда так как это тот же самый молд здесь вот этот провод идет до батарейки на заднице так здесь у нас Fox All Rights Resort и NECO 2012 год вот партикуляции главное болт джунте отведение руки 360 бицепсе поворота нет здесь есть вот так поворот на пене предплечья поворот вот этого элемента на руче и поворот кисти грудная клетка у нас подвижная есть талия вот такой шпагат поворот бедре дается за счет этой щели то есть двойной сустав колена вот и болт джунт стопы да ну и попробуем на примере дэвида установить шлем так здесь вот слот вот здесь и здесь совмещаем пробуем надеть да ну вот так не герметично скажем так но во все слоты вставилось вот так выглядит очень странный эффект здесь создается хотя вот ничего не осколото но тем не менее ну-ка здесь да все то же самое ну вот так теперь доктор шо обратите внимание на эти классные скульпты просто очень здорово здесь уже у нас уже такой серебряный металлик синий тоже у нас символ этих корпораций вот очень элегантно сделано фигура женственная такая да действительно неплохо неплохо это вам не рипли так вот такая детализация ног здесь у нас фокс уральц резорт некая мол 2016 года так по артикуляции у нас главное был джунте отведение руки 360 в бицепсе артикуляции нет есть вот такой локоть поворот на пене поворот исти на пене грудная клетка подвижная талия подвижная здесь уже сделано качественно точно так же есть поворот но без внешних пинов отведение вот коленка правда не двусуставная но зато есть пин коленки и у нас на болт джунте стопа так едем дальше следующая госпожа у майкерс тоже очень классный скульпт вот похоже там даже есть хвостик вот здесь смотрите корни не прокрашены седая так ну тело то же самое то есть только что мы смотрели это посмотрим бегло отличий никаких нет сравнений с доктор шоу ну и артикуляция соответственно тоже самое теперь файфилд вот такой файфилд кошмарный даже ирокес у него видимо немного мутировал разделился на две части жесть какая грязный костюм еще больше везеринга чем у дэвида вот кстати ну-ка у дэвида да тут у них на табличках ничего не написано кто из них можно написать самим вручную так а так в целом это тот же самый скульпт даже вот это вот что за символ что у нас там здесь спарта так прайсидиум марк 2 не знаю наверное модель костюма и здесь то же самое так точно такая же артикуляции как у дэвида поэтому просто посмотрим на исполнение этого везеринга и сзади вот тут ну единственное что нет это тоже провода ведущего к батарейке сделайте типа сами ну благо есть черные жгутики от упаковки так вот уже у нас что fox и мол двенадцатого года то есть это у нас тело дэвида так и здесь есть некая хитрость по установке вот этого шлема пусть так он не влезает естественно поэтому голову надо снять как я понял вот так она снимается и ну я все-таки рекомендую здесь в любом случае погреть после этого вроде как эту гантельку нужно достать и вставить обратно только после этого вставлять голову в шлем и право вместе с шлемом устанавливать ну давайте попробуем так и сделать сейчас я погрею все эти вещи вернусь так шею я погрел сначала попробуем не доставать даже гантельку значит вставляем сначала в шлем голову вот и пробуем прям так надевать главное чтобы зашла эта гантель она в шею надо уголкаешь подобрать так сказать упереться ничего не получается попробуем вот так чуть-чуть его палец туда входил ну и пробуем вот так вот он зашел тут главное чтобы ирокез у нас не пострадал точнее он как бы не дает ну сложно тут описать куда лучше тут какие движения под какими углами чуть делать да тут больше заворотник вот этот вот так цеплялся когда его преодолеваешь тогда в принципе все плотно садится вот так ну вот и артикуляция соответственно головы файфилда там сохраняется вот так итак финальные мысли ну что хочу сказать некая реально сделала подарок фанатом фильма прометей основная масса героев была воплощена фигурках вот жалко что прототип одной фигурки не издали они не успели не знаю все еще может быть актер не разрешил использовать свою внешность такое тоже возможно вот но имеем то что имеем все фигурки ну может быть фанатские да в принципе маскот прометея это дэвид 8 ну наверное элизабет шоу эту фигурку можно поискать остальные фигурки рекомендую фанатам всем спасибо за просмотр всем пока пока